Здравствуйте! Всех приветствую на 10-м юбилейном Стамфестивале. Приветствую всех коллег-музыкантов, всех слушателей, которые зашли на веб-страничку Стамфестиваля или в YouTube, кто куда. Всех, кому не безразлична судьба академической музыки в наши дни. Меня зовут Алексей Чернов, я композитор, пианист, педагог. С 2017 года я возглавляю Стамфестиваль, а Стамфестиваль в этом году проводится уже в 10-й раз. В рамках нашего такого своеобразного мастер-класса лекции моя задача как художественного руководителя Стамфестиваля рассказать и немного порассуждать о некоторых тенденциях современной музыки, о том, какую роль в ней играет Стамфестиваль, и в целом о роли человеческого в музыке, о присутствии в музыке человеческого фактора. Прежде чем я начну, хочу пригласить всех, кто смотрит это видео в дни проведения фестиваля, а конкретно с 17 по 13 декабря 2020 года, зайти на сайт Московской консерватории, найти там 10-й Стамфестиваль, возможно, вы уже находитесь на странице фестиваля, и открыть вкладку «Всероссийский онлайн-конкурс композиторов в рамках 10-го Стамфестиваля». Там вы увидите 10 сочинений разных композиторов, и вот от вас зависит их судьба. Вы можете проголосовать за три понравившиеся сочинения и даже больше, и по итогам вашего голосования эти композиторы получат звание лауреатов Стамфестиваля, мы их наградим премиями и памятными подарками, а также будем очень упорно пропагандировать их творчество. Тема человеческого в музыке особенно актуальна для наших дней, как мне кажется. Присутствие человеческого фактора в искусстве, или как его еще можно по-научному и, наверное, даже более точно назвать, антропного принципа. Эта тема очень серьезная, к ней, конечно же, можно подходить и с разных точек зрения, вплоть до философии, она очень широкая, и, конечно, заслуживает детального, очень масштабного исследования. Я же попробую порассуждать об этом в контексте Стамфестиваля и некоторых тенденций современной музыки. Вот буквально только что в стенах консерватории прошел круглый стол, посвященный юбилею Стамфестиваля. Для меня это было позавчера, а вы сможете посмотреть фрагменты этого круглого стола также в любой момент на сайте Московской государственной консерватории. Тема моего выступления на круглом столе называлась «История и имена Стамфестиваля», где я рассказывал о том, какую музыку мы открывали на фестивале за разное время, в разные годы. Напомню, что на Стамфестивале мы проводим конкурс композиторов, это основное мероприятие Стамфестиваля, где победителей выбирает публика, это очень важно, и очень важно в контексте того, что я скажу дальше. Также каждый год мы фестиваль посвящаем композитору или даже нескольким композиторам старшего поколения, музыка которых, безусловно, очень цена для музыкального сообщества, но пока недостаточно хорошо открыта миру. На круглом столе я перечислял эти имена, этих композиторов, которым мы посвящали Стамфестиваль, перечисли их еще раз, потому что это тоже очень важно. Третий Стамфестиваль, у нас эта традиция возникла с третьего Стамфестиваля, мы посвятили памяти очень малоизученного композитора, неизвестного широкой публике, его имя Нектариус Чергишвили, он написал, с моей точки зрения, совершенно гениальную симфонию, и публика очень была захвачена этой музыкой, мы решили продолжать эту традицию. Следующий год был посвящен Стамфестиваль юбилею нашего выдающегося консерваторского профессора Романа Семеновича Леденева, также юбилею петербургского композитора Андрея Дречев-Фролова. Фестиваль прошел в тот год и в Москве, и в Питере. Потом мы посвящали фестиваль памяти Валерия Белунцова. Шестой Стамфестиваль был посвящен юбилею Валентина Васильевича Сильвестрова. И вот Сильвестрова я буду очень часто сегодня упоминать. Рядом со мной находится его книга под названием «Дождаться музыки». И я себе выписал некоторые цитаты, оттуда очень важные, касающиеся темы моего сегодняшнего мастер-класса лекции. И вот я буду их цитировать. И, может быть, даже немножко сыграю кое-что из музыки Сильвестрова. Мы поговорим об этом авторе более подробно. А после возрождения Стамфестиваля, которое случилось в 2017 году, я тогда его возглавил, это произошло спустя 4 года после того, как фестиваль временно прекратился, мы стали посвящать фестиваль сразу двум композиторам за один год. В 2017 году это были Юрий Маркович Буцко и Юлиан Крейн. Их объединяет то, что они оба в разное время, в разные годы преподавали инструментовку в Московской консерватории. Оба композитора совершенно выдающиеся и, как нам кажется, тоже незаслуженно малоисполняемые. На следующий год, в 2017 году, фестиваль был посвящен памяти великого педагога Московской консерватории, пианиста Самуэла Фейнберга. Мало кто знает, что он еще и очень плодовитым композитором был, написал 12 сонат, много фортепианных концертов. Также в том году был посвящен фестиваль памяти Алимдара Караманова. В прошлом, в 2019 году, фестиваль был посвящен памяти Николая Семеновича Голованова, тоже выдающегося исполнителя, дирижера, но и совершенно прекрасного композитора. Также мы посвятили фестиваль Михаилу Георгиевичу Калантаю, ныне жимущему автору, тоже воспитаннику Московской консерватории. О нем тоже я, может быть, скажу немножко дополнительных слов чуть позднее. И вот сегодня я хочу остановиться на одном принципиально важном моменте, который объединяет всех этих авторов и всю эту музыку, и попробовать порассуждать о том, куда можно двигаться дальше, отталкиваясь от музыки всех этих авторов, от всего того, что мы открыли на Стамфестивале, от всей той музыки, с которой мы познакомили слушателей нашего фестиваля. Как я уже обозначил, этот момент — человеческий фактор, ну или антропный принцип, если более научно. Присутствие в музыке человека. Или скорее даже сам тот факт, когда человек учитывается в музыке, причем учитывается в большей степени, чем просто автор, как инструмент создания сочинения. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но музыка — это все-таки один из способов коммуникации между людьми, от композитора через исполнителя к слушателю. Слушатель воспринимает музыкальный звук ушами, и затем они поступают в его мозг, там активизируются разного рода нейронные связи, или формируются новые, происходят разные довольно сложные процессы, в которые, наверное, сейчас не стоит углубляться. Но в итоге человек получает удовольствие от прослушанной музыки, получает информацию к размышлению. Музыка так или иначе меняет человека, и он осознает момент этого изменения, и стремится к этому осознанию, и к этому изменению стремится углубить полученное впечатление от того или иного музыкального произведения, прослушать это произведение еще раз, чтобы лучше его осмыслить, и снова получить то самое удовольствие, соприкоснуться с воздействием этой конкретной последовательности музыкальных звуков. Таким образом, музыка — это отчасти именно некий язык общения между людьми. Причем именно людьми. Человек необходим для музыкального произведения не только как автор, но и как тот, кто воспринимает сказанное в музыкальном произведении. Ну и поскольку тема моего сегодняшнего монолога «Современная музыка лицом к человеку», вот хочу сказать, что человек, к которому современная музыка может повернуться лицом, он, конечно, очень многолик. И это не только слушатель, как сразу хочется подумать, как я только что говорил, это и сам композитор, это и исполнитель, который интерпретирует сочинение, вкладывает в него что-то свое. И, если можно так сказать, внутренний человек самой музыки. Вот это очень важно. Немного поговорим вот об этом последнем. Дело в том, что музыкальные звуки ценны не сами по себе. Они приобретают свою эстетическую музыкальную ценность, если пропущены через человеческое сознание. И не только через сознание, а через человеческую душу. И таким образом музыка приобретает такого своеобразного человека в себе, своего внутреннего музыкального человека. Ну и вот я считаю важным поговорить об этом подробнее и прояснить тут некоторые моменты. Вот если, например, говорить о том, как же музыка сейчас, в наши дни, современная музыка может повернуться к этому человеку в себе, как бы его преподнести, этого внутреннего музыкального человека, то это значит в определенном смысле, что она должна повернуться к себе самой, именно как к искусству. Об этом много сказано и написано. Это на собственном опыте знает каждый, будь то обычный слушатель, специалист-музыковед, исполнитель, композитор. Дело в том, что музыка и искусство в целом это один из процессов бытия, причем истинного и самого лучшего бытия, с моей точки зрения, и именно лучшего. Так как, говоря об этом, я вовсе не имею в виду, что называемый принцип отражения в музыке и того, что есть в мире, в природе там, где-то еще в окружающей реальности, музыкальная реальность это другая реальность, именно лучшая реальность. Конечно, музыка может быть прикладной, но вот ее сердцевина, ее сущность, это то, что зовется эстетическим. И вот, причем тут человек в музыке? Дело в том, что эстетическое, это не только гармоничные пропорции, как их некоторые понимают, некая такая высшая звуковая математика, ну иногда и просто такая чудесная звуковая слаженность и восхищение всеми этими вещами. Это доступная в нашем мире полнота бытия, полнота бытия и главное человека в нем. Как бы человек и мир друг в друге, друг через друга и в ином совершенном бытии. И вот музыкальное произведение является именно такое бытие, совершенное и лучшее, подлинное. Конечно, речь о великих произведениях, а не о разного рода одноразовых произведениях, но мы тут сейчас не будем касаться этой темы. А, собственно, перевод образов и чувств в звуки, слов в звуки, дело вполне служебное, попутное, оно имеет право быть, но не в качестве определяющего. Тут можно вспомнить высказывание Арнольда Шонберга, о его восприятии песен Шуберта. Вот он говорит, что эти песни прекрасны, хоть и не помнят, какие в них слова. Вот это удивительно. Ведь слов можно не помнить и даже не замечать их, но при этом все равно из музыки не исчезает выразительность, ее переживание человеком, которое изначально заложено в словах. И вот я уже говорил о том, что буду много упоминать Сильвестрова, так вот наш, не побоюсь этого слова, великий современник, Валентин Васильевич Сильвестров, прекрасный композитор, замечает, что выразительный язык, и вот далее цитата, который музыка однажды обрела исторически, он неотменим, прекрасное слово, неотменим, о нем нельзя сказать, что он был только в 19-20 веке, и дальше Сильвестров задается вопросом, а почему Чайковского исполняют сегодня по всему миру? Да потому, что неотменимые есть вещи, связанные с состоянием человека, человеческой души, и культ его, чувства, у человека чувства могут быть благородные и выстроенные, а могут быть темные и невыраженные, и вот состояние выраженности этих чувств, оно и востребовано, и, соответственно, неотменимо, я уже от себя добавляю. Ну и дальше продолжаю цитировать Сильвестрова, тут дело не в том, что Чайковский, в кавычках, в 19 веке, а в том, что его шедевры прикасаются к живой душе каждого человека, который вошел в этот музыкальный мир, и в следующем веке это тоже будет необходимо. Сейчас мы живем в 21 веке, и, скорее всего, в 22 веке будет также необходима музыка Чайковского, ну, коли Сильвестров идет речь о Чайковском. Дальше продолжаю цитировать Сильвестрова. «Если не произойдет мутация, когда у человека будет три головы и десять ног, если сохранится нормальный человек, то у него будет такая же потребность, мне кажется». Вот, собственно, будем надеяться, что в 22 веке этого не произойдет. Ну и, конечно, это совершенно замечательное высказывание, я его немножко так разбил собственными комментариями, и дело в том, что оно действительно очень много объясняет это высказывание. Вот, вернемся к моим рассуждениям уже. Так вот, человек внутри самой музыки. Музыка по своей сути не может быть без человека самой собой. Почему же ощущается, что она сегодня должна повернуться к человеку в самой себе, и вообще повернуться к человеку? Думаю, что ответ всем хорошо известен, потому что в своих отдельных проявлениях, и главное, убеждая себя устами иных композиторов и теоретиков в своей правоте, музыка потеряла человека в его целостности, утратила его, забыла о нем, как вот у Чехова в Вершневом саду, в конце «Человека забыли», и остается один человек на сцене. Очень, конечно, пьеса пророческая у Чехова, но не о чехве речь, продолжим. Вот, и музыка перестала, по словам того же Сильвестрова, быть подарком человеческим. Это именно формулировка Сильвестрова «Подарок человеческий». Стала, продолжу от себя, таким подарком космическим, что ли, какой-то высшей элитарной математикой, и даже, мягко говоря, по наивности, на самом деле, поверхностности, а не наивности, и даже дерзости. Музыка стала мнить себя с подачи некоторых деятелей, не различающих космос и Бога, непосредственно напрямую таким божественным подарком, а не человеческим. Конечно, вот, хочу тут оговориться, речь идет не о всей музыке, и мы об этом поговорим еще позже, что я сейчас упоминаю какой-то, может быть, даже небольшой процент, но очень значимый для нас. Вот, и вообще в 20 веке, в 20 веке возникло такое понятие, как дегуманизация искусства, расчеловечивание искусства. Еще в 1950 году знаменитый испанский социолог, искусствовед Хосе Артега и Гассет именно так вот назвал свой известный труд дегуманизация искусства. Музыка в определенной степени разделяет судьбу всего искусства 20-го столетия и даже всей культуры. Человек с его особенностями восприятия, с его, по выражению, сильвестрого, неотменимыми потребностями просто выкидывается из некоторых музыкальных течений. Композиторы перестают верить в слушателя таким образом, в то, что он способен их понять. Музыка усложняется, естественно, музыкальный язык усложняется. Это вот привело к тому, что композиторы перестали верить в слушателя, в обычного слушателя. Ну, слово «обычный», оно тоже, наверное, требует пояснения, сейчас не буду в это вдаваться, но на самом деле уже в наши дни, или даже если быть точнее, в конце 20 века, в начале 21-го, это достигло каких-то критических масштабов. И вот композитор Михаил Калантай, которому мы посвятили последний стамп-фестиваль в 2019 году, вот он очень часто любит повторять, что я пишу музыку для себя, мне не нужен слушатель. Хотя всегда, когда его музыку играют, когда о его музыке высказываются, он безумно благодарен, он видит вот эту обратную связь, как сейчас модно говорить, фидбэк, да, от слушателя. И мы специально посвятили фестиваль именно ему, потому что музыка у него сложная для восприятия, это такой особый язык, который надо выучить, в который нужно вникнуть, вслушаться, вслушивание я тоже позже скажу. И вот эта его позиция, что я пишу музыку для себя, что я, так сказать, пишу музыку, сочиняю, и главная моя цель доставить удовольствие самому себе, услышать эту музыку и высказаться, просто высказаться. Вот мы специально посвятили фестиваль ему, чтобы понять, может быть, доказать самим себе, доказать ему, что музыка должна разворачиваться лицом к слушателю, лицом к человеку. А в прошлом, в первом плане XX века, яркий пример такого расчеловечивания, точнее, начало этого расчеловечивания, является, конечно, Нововенская школа. Я имею в виду всем известную, знаменитую троицу Шонберга, Берга и Веберна. Вот на мой субъективный взгляд, именно с Веберна началось такое, как бы, выкидывание человека пренебрежение вот этим антропным принципам в музыке. То есть у него, очень музыка такая гармоничная, я сам очень люблю музыку Веберна, но она гармоничная в самой себе, без человека. Но это на мой субъективный взгляд, я тут не буду сейчас вдаваться в подробности, это, наверное, тоже тема для отдельной дискуссии, отдельного исследования. И вот слушатель, который слушает только ушами, со своими неотменимыми потребностями, здесь уже не нужен, вот в частности у Веберна. То есть, по мнению адепта, как раз нововянской школы, Теодора Адорна, у него есть исследование такое, которое называется «Философия в новой музыке». И вот это подтверждает мои слова Веберне. Вот по его мнению, лучший слушатель тот, кто как бы не оскверняет музыку своими чувствами. Вот лучший слушатель по Теодору Адорна, это эксперт, который, слушая, ничего не переживает, он бесстрастно следит за развертывающейся математическо-звуковой постройкой, понимая законы ее развертывания. То есть, возможность настоящего глубокого понимания такой музыки отводится только по сути музыковедам, ну вот если так прямо смотреть, вещам в глаза, и самим композиторам, такой своеобразной музыкальной элите. И даже получается, что здесь вычеркивается порой и сам звук. Ведь достаточно иногда бывает просто заглянуть в ноты, понять некие такие красивые, действительно очень красивые, математические закономерности, которые видны только при тщательном анализе, всматривании в ноты, таком внимательном чтении этих нот. Вот они видны только так. Восхититься ими можно, и саму музыку уже можно, собственно, не слушать после анализа. И вследствие всего этого композиторы начинают забывать о красоте самого звучания, именно в том виде, в котором воспринимает эту красоту человек без аналитического погружения в конструкцию и в ноты. Таким образом, последователи таких взглядов иногда считают уже и необязательными изучать классическую гармонию, прослушивать гармоническую вертикаль ушами, именно ушами, а не отмерять там логарифмической линейкой, например. Они придумывают концепцию, конструкцию, там что угодно, какой-нибудь пустой эпатаж иногда. И начинают уже гордиться тем, что вот их музыка такая сложная, особенная, непонятная, ну или там, как уже в постмодернизме, провокационная. И потом эти люди и уже их последователи начинают обходиться и без конструкции вовсе, то есть без гармонии. Они привыкли, что это необязательно, что необязательно учитывать в своей музыке человека и учиться музыкальным законам, благодаря которым музыка становится вот этим средством коммуникации между людьми. И в итоге вот такая музыка этих авторов звучит как нечто непохожее на вот якобы привычную, такую человеческую музыку, но зато все вот эти произведения, они как правило, как две капли похожи друг на друга. Это вот такой парадокс, но композитор в погоне за непохожестью очень часто приходит к тому, что его музыка как раз становится очень похожа. Вот, например, даже если брать такую поверхностную вещь, как название сочинений, да, вот очень часто идет такая погоня именно в целях сделать что-то провокационное, что-то сложное, непонятное, заумное, идет погоня за красивым названием. Сочинения, очень часто сейчас сочинения современных молодых авторов называются каким-нибудь емким латинским словом, потому что они считают, что нужно избегать названия соната, якобы за ним ничего не стоит, симфония, там, квартет, все что угодно, прелюдия, то есть нужно, они пытаются вот раскрасить такую яркую скорлупу, в которой, по сути, иногда бывает, то ничего нет, потому что эти композиторы, они решили, что не нужно изучать гармонию, вот, поэтому есть яркая, красивая обложка, которая пестрит разными цветами, вот этими латинскими названиями, какими-то концепциями, все это пестрит, и все это похоже друг на друга, а, собственно, внутреннего человеческого наполнения очень часто не хватает, но не будем о грустном, не будем никого критиковать, вот, просто подведем итог, вот, потому что я уже сказал, просто таким образом получается, что слушатель перестает уже, сам слушатель верить в то, что композитору важно затронуть своей музыкой, его мозг, активировать вот эти вот нейронные связи, его душу, то самое неотменимое, и поэтому дистанцируется такой слушатель от современного музыкального искусства, а современное музыкальное искусство, вот, опять-таки же, повторюсь, не все, конечно, а как мы еще чуть позже выясним, лишь небольшая его часть дистанцируется от такого слушателя, происходит размежевание слушателя и композитора, вот, по сути, искусство выкидывает человека, и вот тут, чтобы быть еще более правильно понятым, я процитирую снова некоторые высказывания Сильвестрова, вот он пишет, я могу сказать только о себе, у меня было бесконечное вслушивание в музыку, при том, вслушивание не в то, как это сделано, а была просто любовь к этой музыке, ну и вот такое слушание и вслушивание тоже неотменимо, не через рассудок, и даже не через разум, а именно через любовь, ибо иначе отсекается по выражению Сильвестрова, вот дальше снова цитата, все то чудесное, что ты слышал, когда не размышлял, по-моему замечательно, слышал, когда не размышлял, вот, кстати говоря, скажу немного о своем восприятии музыки Сильвестрова, очень часто слушаю его музыку, его крупные симфонии, пятую, шестую, вот лично я ловлю себя на мысли, что на этой музыке не нужно постоянно концентрироваться каждую секунду, чтобы ее понять, ее нужно слушать много раз, и может быть даже сознание иногда отключать, чтобы дать этой музыке самой заползать туда в голову, на уровне подсознания, и в нужные моменты эта музыка, она, твое внимание зацепляет именно в те моменты, когда этой музыке нужно, то есть речь идет именно о вслушивании без какого-то такого кропотливого, тщательного анализа, то есть это вот как раз может быть против, может противопоставляться, противопоставляться вот этому слушателю-эксперту, о котором в свое время писал Теодор Адорно. И еще приведу мысль Сильвестрова. Есть некоторые вещи, когда слушатель, есть вещи, которые, когда слушаешь, чувствуешь, вроде в них нет композиторской техники, а потом присматриваешься, это она и есть, там работа слуха была очень сильная, просто она незаметная. Вот тут очень как раз важен акцент именно на том, как мы слышим, не вчитываемся, не вглядываемся, а именно слышим. Очень важно именно в слушании, не вчитании, не всматривании и там прочее. Ведь если сразу не возникает контакта с музыкой, сразу, что естественно, потому что мы говорим о великой музыке, сложной, написанной разными музыкальными языками. Так вот, как говорит Сильвестров, нужно пытаться ее понять и не осуждать сходу. Вот далее цитата тоже. Обвинять того, кто это непонятное предлагает. Новый мир может встретить нас не только в музыке, а, к примеру, в другой стране. Тут возникает та же проблема. Ты должен понять, привыкнуть и так далее. То есть новый непонятный текст тоже требует какого-то внимания и привычки. К нему нужно возвращаться несколько раз. Это очень медленный и постепенный процесс. Другое дело, что есть мозг, который не претендует на то, чтобы остаться, претендует только на то, чтобы вот сейчас приготовили шашлык и тут же его съели. И все. Это вот цитата Сильвестрова. Как раз речь об одноразовой музыке в данном случае. А серьезная, великая музыка, вот она требует именно вслушивания. И давайте теперь перейдем уже к картине сегодняшнего дня. Цель стамп-фестиваля как раз дать встретиться композитору и слушателю. Слушателю заинтересовать той музыку, в которой он будет и захочет вслушиваться снова и снова, а композитору помочь найти такого слушателя. Ведь, как я говорил, лишь часть современного музыкального искусства выкидывает человека. Но далеко не все. В музыке ведь, ну как мы знаем, много разных течений. Мы выделили по большому счету лишь одно проявление так называемой посткультуры в современной серьезной музыке. Можно все это еще, как я уже тоже говорил, назвать утратой антропного принципа. Но вот зададимся вопросом, так ли эта утрата и вся эта ситуация на самом деле непоправима и предельно кризисна, катастрофична. Вот думается, что нет. Мы уповаем, мы на стамфестивале, но и не только мы, уповаем на как раз неотменимое, в подлинной, в настоящей музыке. Оно живет, и мы хотим дать ему простор. Это самая большая наша мечта, нашего фестиваля. Вот проходит уже десятый фестиваль, и мы из года в год стараемся воплотить эту нашу мечту в жизни. И надо сказать, что у нас это получается. Стамфестиваль показывает, что были в 20 веке, я уже перечислил эти имена, и сейчас есть композиторы, не увлекающиеся, по словам того же Сильвестрова, структуралистской бормотухой. Очень тоже точное такое, емкое определение, мне очень нравится. И такие композиторы способны быть свободными как от авангарда, так и от неавангарда. Если они эти композиторы, их музыка не на первом плане в музыкальной жизни, наша задача их заметить и на них указать, чем, собственно, и занимается фестиваль. И там фестиваль вновь и вновь нас убеждает, что есть замечательные слушатели, которые слушают, потому что любят музыку, способны ее любить, понимать, и не только понимать, как она сделана, а понимать ее эстетическую ценность, ее звучание, именно вслушиваясь в нее. И, собственно, это правильно, ведь сделанное должно уступить месторожденному и выросшему. Вот приведу примеры. Там фестиваль в разные годы посещало много меломанов. И, вот, например, в прошлом году мы привезли очень интересную программу в Дом ученых в Дубну. Дубна, как известно, Наукоград, подмосковный город. И там есть концертный зал, известный концертный зал, где выступали многие великие музыканты, в том числе приезжал там и Рихтер приезжал, очень много. Коган приезжал, Ростропович приезжал, и Ростропович, естественно, играл разные виолончельные произведения, а мы привезли и сыграли туда виолончельную сонату Крейна, о котором я говорил. Уже мы тоже об этом упоминали на круглом столе, но я скажу сейчас, потому что это важно. И к нам подошел один из слушателей и сказал, что вот к нам приезжали такие великие музыканты. Вот они играли все одно и то же, одно и то же. Все известные виолончельные сонаты играли, да, вот в частности Ростропович. А вот вы привезли совершенно замечательную музыку, которую мы слышим впервые. И вопрос такой, а почему она не звучит? Почему она не звучит с лучших сцен? Мы хотим слушать такую музыку? И таких слушателей много. Есть совершенно замечательные люди, посетители нашего фестиваля. Это ученый, например, такой математик, кстати говоря, Вольф Маркович Слободкин, который любит у себя на квартире устраивать такие концерты-квартирники, всегда с удовольствием приходит на стамп-фестиваль. Он очень эрудированный человек и всегда рад слышать именно что-то новое. Также очень много, как мы сейчас выясняем, на разных форумах, в интернете, сейчас есть в соцсетях разные группы, посвященные современной музыке и вообще академической музыке, очень много любителей, которые, и меломанов, которые действительно очень хорошо разбираются. Я в свое время познакомился с человеком из Челябинска, который коллекционировал исполнение всех симфоний Брукнера. Мы с ним потом встречались и обсуждали детально какие-то вещи, которые иной музыковед не сможет обсуждать. Вот именно в разнице исполнения той или иной симфонии Брукнера, в разнице и редакции этих симфоний. И таким людям тоже, как правило, интересно, вот тому же человеку интересно было слышать какие-то новые симфонии, написанные вслед за симфониями Брукнера, да, поскольку Брукнер — это именно главное такое его увлечение. Вот ему интересно, а что же пишется в наше время, в наши дни? Существуют ли симфонии? Вот не какие-то произведения с туманными названиями, якобы сложными для понимания, а вот именно симфонии. Как продолжает жить эта традиция? Вот тут слово традиция, оно, конечно, может трактоваться по-разному. И есть бытует мнение такое, что традиция себя изжила, вот, что мы ее как бы доживаем, как-то так. Но еще Майлер говорил, что традиция — это не поклонение пеплу, а передача огня. И, кстати, вот в этом же самом месте, в конференц-зале Московской консерватории, я помню, как я приходил сюда, и здесь была встреча с выдающимся польским композитором Шишлифом Пиндерецким. он демонстрировал здесь свою, по-моему, восьмую симфонию. И вот он сказал, что, по его мнению, история музыки, вот магистральная линия развития истории музыки в 20-м и 21-м веках должна идти не от Веберна, а от Майлера. А Майлер, опять-таки же, повторюсь, он считал, что традиция — это не поклонение пеплу, а передача огня. Ну и если вернуться к стамп-фестивалю, могу сказать, что особенно за последнее время залы на наших концертах действительно заполнены, и слушатели не пугают какие-то там диссонансы, которые тоже присутствуют в музыке, которая звучит со сцены, да, на концертах нашего фестиваля, потому что эти слушатели, они способны вслушиваться и получать, видимо, удовольствие от чего-то еще. И также скажу пару слов об исполнителях, которые помогали нам с исполнением музыки на стамп-фестивале. Это совершенно замечательные исполнители, и вот по мысли того же Сильвестрова исполнитель не должен терять лирический тип сознания, как он выражается, Сильвестров. Сам Сильвестров про себя говорил, что у него лирический тип сознания. Это так к слову, очень интересная тоже формулировка. И это несмотря на предельный подчас диктат автора, зафиксированный в нотном тексте, что тоже характерно для вот этой высокой такой математической звуковой точности. «Сложность музыки, я имею в виду ее переусложненность, отнимает у исполнителя вот это чудесное явление сотворчества и превращает исполнителя в раба». Это тоже цитата из Сильвестрова. И вот он подчеркивает, что он не желает видеть исполнителей своей музыки рабами, хотя ноты его сочинений пестрят различными авторскими указаниями. Вот у меня сейчас в руках издание его «Богателий». Он стал за последнее время писать очень много фортепианной музыки. И как можно видеть, если открыть даже самую первую домажорную «Богатель», сейчас я постараюсь продемонстрировать это на камеру, здесь видно, если можно навести, здесь видно очень много почти в каждом таксе, ретенута, диминуэнда, очень много авторских указаний. Но при этом, если послушать то, как сам автор исполняет эту музыку, он исполнит очень свободно, даже меняет текст, меняет октавы, меняется даже тональности. И вот импровизационность и свобода, творческая свобода именно через вслушивание в музыку уже исполнителям. Она очень цена для Сильвестрова. И вот на наших фестивальных концертах наших исполнителей тоже не устрашают, что они станут рабами такой вот новой музыки. Они играют свободно, играют с удовольствием и находятся постоянно в тесном контакте с авторами и со слушателями. У нас вот, например, был эфир на Радио Орфей в прошлом году, эфир, посвященный Стамфестивалю 2019. И в числе прочих у нас высказывались исполнители, высказывались о музыке, обращались к слушателям. И это очень, конечно, дорогого стоит. Вот я сейчас, может быть, просто продемонстрирую небольшую пьесу Сильвестру. Она называется «Пастараль». Она входит в число богателей, но при том, что она называется «Пастараль», она написана в жанре вальса. То есть, вот тут тоже некая такая свобода, фэнтазийность. И все это нас тоже сподвигает как бы вслушиваться. Тут одновременно и простая гармония, и сложная. И Сильвестров очень интересно подходит и к моменту «Пастаральности», и к жанру вальса. И очень слышно, что эта музыка современная. То есть, может быть, в ней слышны элементы отголоски какие-то музыки прошлого, но это скорее, может быть, тоска по прошлому и попытка как раз развернуть музыку снова лицом к человеку. Так я сыграю богатель, которая называется «Пастарали», а написана она в жанре вальса. «Пастарали» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, еще раз можно задуматься о том, насколько востребована такая человеческая музыка в наше время. Наверное, для кого не секрет. Все прекрасно видят и понимают, что наше время оно такое тяжелое, особенно в этом году. Год непростой для всех. И вообще время сложное, время очень многоликое, богатое разного рода изменениями, разного рода течениями, которые очень так прихотливо пересекаются друг с другом и делают жизнь иногда сложной. И поэтому в музыке хочется видеть именно коммуникацию между живыми людьми, хочется видеть вот эту передачу тепла от человека к человеку. И, как я уже говорил в самом начале, музыка и вообще искусство – это лучшее настоящее бытие. По сравнению с нашей реальностью, именно в музыке хочется видеть отраду, хочется видеть что-то более настоящее, более подлинное, чем мы видим вокруг. Поэтому как раз вот такая человеческая музыка, с моей точки зрения, можно с этим спорить, можно не соглашаться. Она востребована, и мы видим это на самом фестивале, видим, что люди тянутся к такой музыке. Мы стараемся ее открывать. Стараемся открывать не только музыку уже признанных авторов, таких как Сильвестров или Караманов, который тоже писал очень такую человечную музыку. Но и стараемся открывать музыку молодых композиторов. Поэтому я сейчас еще немножечко хотел бы поговорить о лауреатах в фестивале, о том, что публика, которая к нам приходит, она вполне способна выбрать музыку, написанную профессионально. Ну, конечно, у нас есть экспертный совет. Вот те самые эксперты, музыковеды, которые из большого числа заявок отбирают лучшие 7-8 сочинений. В этом году у нас 10-й юбилейный фестиваль, сочинений 10. По этому случаю еще раз напоминаю, что вы можете прямо сейчас за них проголосовать, если вы смотрите это видео в начале декабря 2020 года. Так вот, у нас тоже есть эксперты, но эти эксперты, они тоже ориентированы на то, чтобы выбрать музыку именно с этой эстетической, человеческой составляющей. И решающее слово у нас все равно за слушателями, которым мы именно даем возможность вслушаться в музыку современную и вслушаться в музыку молодых авторов, таких композиторов-стамовцев. Дело в том, что у нас на нашем конкурсе, на котором победителя выбирает публика, отменено правило, что победитель предыдущего конкурса не может участвовать еще раз. То есть публика пришла, послушала музыку, ей понравилось, она его выбрала. И в следующий раз этот слушатель придет к нам и услышит уже то, что он хочет послушать еще раз, вот этот секрет вслушивания. И композиторам мы даем тоже обрести своего слушателя, потому что это не бывает, опять-таки же, одноразово. Это вот не как, по выражению Сильвестра, мы приготовили шашлык и съели. Мы именно пытаемся наладить такой серьезный диалог между слушателями и композиторами. Поэтому хочу продемонстрировать сейчас фрагменты, фрагменты сочинений вот этих вот молодых авторов-стамовцев, которые в разные годы были победителями. И вот в год возрождения стам-фестиваля, 2017 год, когда фестиваль возродился уже под моим руководством после 4-летнего перерыва, на таком конкурсе победителем стал композитор и пианист Иван Шмарыгин, который представил три новелета для скрипки и фортепиано. И публика выбрала эту музыку лучшей. Мы дали ему снова возможность поучаствовать в конкурсе, в стам-фестивале. И вот то, что сейчас вы можете послушать онлайн-конкурс уже, оценить композиторов онлайн на сайте Московской консерватории. Мы провели такой же тестовый конкурс в июле этого года, он назывался «Стам онлайн». И мы специально собрали туда лауреатов предыдущих лет. И в частности Ивана Шмарыгина, который снова выиграл. То есть он стал дважды победителем стам-фестиваля, он выиграл с произведением для органа написанным. И при первом прослушивании оно кажется довольно простым. Но вот очень интересно, как в наши дни сочетание барочного такого стиля баховского, естественно, речь идет об органе, и тут от баха никуда не деться, и одновременно отсылок к Рахманинову, к Метнеру, вот как это все ужилось в одном произведении. И это очень здорово. Может быть, действительно, эта музыка покажется излишне простой для кого-то, кто привык к сложной музыке XX века, но я считаю, что эта музыка современная, и она, безусловно, интересная, и она, безусловно, новая, потому что такого еще никто не делал. Я предлагаю послушать фрагмент из органной фантазии Ивана Шмарыгина. Ивана Шмарыгина 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Он не стал лауреатом Стамфестиваля по мнению публики, но у нас еще есть традиция присуждать спецприз оргкомитета и спецприз экспертного совета. Его музыка всегда очень высоко оценивалась именно экспертами, в частности профессорами Московской консерватории. Он довольно известный пианист и композитор. И мы очень рады, что и такая музыка с таким сложным музыкальным языком тоже у нас представлена на Стамфестивале, на наших концертах. И в нашей онлайн программе этим летом на конкурсе Стамонлайн он тоже участвовал. Я тоже предлагаю прослушать фрагмент из одной его пьесы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот как мы слышим, здесь речь именно о вслушивании, как мы слышим, в музыке Евгения Стародубцева очень много всего. Она довольно сложна. Она сложна для восприятия, может быть, для кого-то. И нужно в нее вслушиваться, чтобы понять и действительно глубоко оценить. И наш фестиваль пытается найти вот этот компромисс и дать публику, дать слушателю, публике возможность такую музыку послушать и оценить. И одновременно мы очень ценим роль нашего экспертного совета, который предлагает такую музыку. Поэтому я специально показал музыку разную, чтобы дать понять, что у нас на фестивале, на стам-фестивале звучит музыка действительно очень различная по своим стилям. Но вся она при этом объединена вот этим антропным принципом, этим человеческим фактором. Ну и закончить хочу тем, как быть дальше, порассуждать немножко об этом. Какие-то конкретные предложения внести, как мне кажется, о том, какие есть пути развития и почему будет востребована человеческая музыка и дальше. Но, собственно, об этом уже и Сильвестров тоже говорил, что и в следующем веке мы вряд ли дождемся человека, у которого будет три головы, десять ног. Вот поэтому вот это вот неотменимое, в которое мы верим на стам-фестивале, оно есть и оно будет. Поэтому, конечно, такая музыка будет востребована и дальше. И чтобы такую музыку писать, нужно очень хорошо знать музыку. Причем знать музыку не только современную, а знать музыку прошлого, знать музыку романтическую, которая именно в наибольшей степени повернута лицом к человеку. Очень хорошо знать великих авторов того времени, и не только великих, но и просто очень крупных, выдающихся композиторов. И не просто знать, а именно вслушиваться. Вслушиваться в каждую симфонию, в каждую оперу Вагнера, в каждую симфонию Малера, в каждую симфонию Брукнера. Изучать творчество менее известных композиторов, например, Александра фон Цемлинского, который очень аккуратно поместился между такими глыбами в истории музыки, как Малера, Нововенская школа. Точно так же обязательно надо вслушиваться в ту музыку, в музыку тех авторов, которых я перечислил в самом начале, и творчество которых мы стараемся пропагандировать на Стамфестивале. Это вот Николай Семенович Голованов, который больше известен как дирижер, но у него совершенно есть фантастические сочинения, замечательная совершенно музыка. Это и Юлиан Крейн, и Юрий Буцко, и тот же Валентин Сильвестров, и Алендар Караманов. И даже более сложный Михаил Калантай, которому, как он сам говорит, слушатель может быть не нужен, но нам нужна эта музыка, мы должны в нее слушаться, чтобы не потерять человека, чтобы вновь его обрести, и не потерять вот этого внутреннего музыкального человека, чтобы музыка могла и дальше разворачиваться лицом к слушателю. Это первое. Нужно вслушиваться, нужно знать, нужно жить в этом музыкальном мире, в человеческом музыкальном мире. И тогда композитор молодой, который в это все погрузится, он просто не сможет писать по-другому. Он будет писать так, он будет писать, учитывая вот эти человеческо-эстетические принципы. Ну и второй момент. Обязательно нужно относиться к сочинению музыки глубоко профессионально. И ни в коем случае не думать о том, что вот это не нужно, эту музыку знать не нужно, гармонию изучать не нужно. Я могу сказать, что мне посчастливилось в свое время участь на фортепианном факультете, посещать лекции выдающегося нашего ученого Юрия Николаевича Холопова, посещать его лекции по гармонии. И я считаю, что очень правильно поступали те композиторы с композиторского факультета, которые ходили вместе с теоретиками и посещали его лекции. И, конечно, для них это не прошло бесследно. Я считаю, что нужно изучать гармонию, нужно изучать музыкальные формы, делать это все скрупулезно, упорно, и ни в коем случае не игнорировать и не думать, что, а, я сочиню там свою концепцию, сочиню свою систему. В итоге систему-то даже сочинить не получится, если мы не будем ни на что опираться, если мы не впитаем в себя весь этот пласт знаний и историю музыки. И принципы гармонии, принципы построения формы, принципы полифонии, можно много еще обсуждать именно таких структурных музыкальных элементов, которые, безусловно, нужно изучать. И ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, и ни в коем случае не игнорировать эту сферу, думая, что я сам такой весь сложный. Вот, и поэтому мне это не обязательно, что я сочиню что-то свое. В итоге музыка и становится такой, которая в итоге получается в отрилле от человека, которая решается антропного принципа, которая выкидывает человека, которая не учитывает человеческий фактор, фактор человеческого восприятия, которому не важно, как человеческий мозг обрабатывает звуковую информацию, как на него реагирует человеческая душа, какие чувства музыка затрагивает. И таким образом мы, конечно, рискуем потерять музыку, потерять человеческое в музыке. И поэтому я призываю всех молодых авторов развернуться лицом к человеку, призываю всех слушателей переходить на концерт из там фестиваля. Я еще раз призываю сейчас всех, кто досмотрел мое выступление до текущего момента, открыть страничку на сайте Московской консерватории, страничку конкурса композиторов и проголосовать за понравившееся сочинение. Вы можете повлиять на историю музыки, вы можете внести свое человеческое в дальнейшую историю музыки, потому что этих авторов мы никогда не оставляем, мы продолжаем их исполнять, пропагандировать их творчество. Ну и еще хочу поблагодарить всех тех, благодаря кому вот это вот вслушивание в музыку на Стамфестивале стало снова возможным в наше нелегкое время. Хочу поблагодарить от всего сердца Московскую консерваторию, которая в этом году выступила организатором Стамфестиваля. С тех пор, как в 2017 году под моим руководством Стамфестиваль возродился, он традиционно проходит в стенах Московской консерватории, и вот с каждым годом консерватория все больше и больше поддерживает фестиваль. И в этом году юбилейный фестиваль проходит уже непосредственно как фестиваль, относящийся к фестивалям Московской консерватории. Это очень здорово. Хочу поблагодарить и ректора Александра Сергеевича Соколова, и проректора по научной работе Константину Владимировича Зенкина, который поддерживает наши идеи. Мы вместе с ним провели круглый стол позавчера. Вывальном зале музея Николая Григорьевича Рубинштейна. Хочу поблагодарить и директора музея Рубинштейна Владимира Михайловича Станиченко, который с года в год нам предоставляет этот замечательный зал, для того, чтобы там звучала музыка, стамовская музыка, и другая современная музыка, которую мы стараемся пропагандировать. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо нашим спонсорам. Это акционерное общество Дом.РФ, которое в этом году тоже нас поддержало, и благодаря которым стало возможно проведение такого масштабного композиторского конкурса, на котором я еще раз всех приглашаю проголосовать. Ну вот на этом я, наверное, сегодня и закончу. Обязательно себя берегите в наше непростое время, посещайте ресурсы в интернете, связанные со стамп-фестивалем. Это сейчас, а в будущем я надеюсь, что каждый, кто меня сейчас слушает, сможет посетить концерты в стамп-фестивале и ознакомиться с музыкой всех вышеперечисленных авторов, мной вслушаться в нее и получить от нее удовольствие и радость соприкосновения с подлинным искусством. Спасибо. Спасибо.